Напомню, вот такое утверждение, я не помню как это было, теорема Лемма, значит не знаю, если имеется множество из исходного полукольца, а исходная мера счетно-аддитивна, то внешняя мера от этого множества из исходного полукольца всегда равна его мере. Ничего нового не получится, значит ноль, который у нас там получался где-то, он никогда не возникнет, на исходном полукольце будет то же самое, что было с самого начала. Я напомню, что мы уже знаем, знаем, что мюс со звездочкой от А не превосходит мю от А, значит это нам известно, значит надо проверить противоположное неравенство. Значит это первое неравенство, я напомню, оно верно, независимо от предположения счетно-аддитивности, значит оно всегда верно, а вот это вот только со счетно-аддитивностью. Ну вот, и в прошлый раз мы с вами доказали подготовительное утверждение к этому делу, оно такое, значит вот напоминание, значит мюс со звездочкой от А можно вычислять так, это инфимум таких вот сумм, где ЕЁТ это множество исходного полукольца, они по парам не пересекаются, и значит объединение их содержит множество, значит они покрывают множество, значит можно вычислять эту самую внешнюю меру, рассматривая только покрытие нашего множества, значит это для всякого, давайте тогда напишем для Б, значит для всякого, вот так вот, для всякого множества Б, для всякого множества Б нашего пространства Х, на котором все происходит, вот такая формула верна, значит можно в внешнюю меру вычислять по покрытиям нашего множества Б, не пересекающимся по парным множествам из полукольца, значит вот мы прошлый раз проверили, ну давайте это и применим, значит вот пускай, пусть ЕЁТ, это какие-то множества с полукольца, которые образуют покрытие нашего множества А, и по парам не пересекаются, значит тут при неравном ЁТ, разумеется, вот, ну тогда давайте посмотрим на такие множества, вот пускай ЕЁТ с чертой, скажем, это, это не замыкание, это просто черта, чтобы другая буква была, это ЕЁТ, пересеченная с А, вот, тогда они все тоже в полукольце лежат, правильно, потому что наше исходное полукольцо замкнут действительно пересечений, значит они все лежат в полукольце, теперь если я возьму их объединение ЕЁТ с чертой по ЁТ от единицы до бесконечности, то это все равно будет А, правильно, потому что, ну вот, вот, даже эти покрывали А, значит, ну если я пересеку все это дело с А, то, значит, будет все то же самое, значит, ну и что же тогда, а тогда можно написать, что сумма мер ЕЁТ с чертой по ЁТ от единицы до бесконечности, она равна МЁТ, правильно, это по счетной аддитивности, вот здесь пользуются счетной аддитивностью, ну потому что ЕЁТ с чертой тоже в пары не пересекаются ведь, да, значит, исходное множество ЁТ по пары не пересекали, значит, эти тоже в пары не пересекаются, в объединении дают множество А, все лежит в полукольце в нашем, вот, ну и поэтому вот счетная аддитивность имеет место, значит, такую формулу можно написать, вот здесь мы и пользуемся, ну а дальше просто можно написать, что МЮ от ЕЁТ с чертой не превосходит МЮ от ЕЁТ, ну, понятно дело, потому что ЕЁТ с чертой уже, чем ЕЁТ, значит, сумма по ЁТ от единицы до бесконечности, МЮ от ЕЁТ, вот так вот, да, ну и что же получилось, какое бы покрытие нашего множества по пары не пересекающегося множества из полукольца мы не взяли, и эта сумма всегда больше либо равна, чем мера множества А, значит, ну отсюда следует, что МЮ со звездочкой от А больше либо равна МЮ от А, значит, вот такая сумма для любого диземплого покрытия подпирается снизу числом МЮ от А, поэтому, беря инфиум, меньше, чем МЮ от А мы получить не сможем, вот и всё. Значит, так вот мы построили внешнюю меру, значит, если у нас есть полукольцо и есть на нём мера какая-то, по ней строится внешняя мера, это некая функция, заданная на всех подмножествах основного пространства Пликсона, на котором всё происходит, значит, и обладает там неким набором свойств, вот мы в прошлый раз их перечислили, и сейчас они снова возникнут, поэтому я их не повторяю, вот, ну и последнее свойство мы сейчас проверили, что если вот мерами учётно-аддитивно, тогда на множество исходного полукольца внешние меры совпадают с тем, что уже было, просто равна МЮ от А и всё, вот, а теперь давайте введём такое определение, значит, пока под него будут подходить только внешние меры, которые мы построили, значит, но потом у нас будут и другие примеры, вот тех объектов, которые я сейчас определю, которые возникают иначе, значит, пусть х множество значит, предмерой на х называется функция, функция, ну, скажем, там, не знаю, гамма, например, из множества всех подножцев множества, их так ведь вы обозначаете, да, множество всех подножцев, значит, в отрезок 0 плюс бесконечность, она может принимать бесконечное значение, значит, неотрицательная функция такая вот, значит, значит, обладающая следующими свойствами. И сейчас я перечислю те самые свойства, которые мы для внешней меры доказали. Значит, первое, гамма от пустого множества равно нулю. Второе, значит, если имеется два множества, и одно содержится в другом, то гамма от а не превосходит гамма от b. Это монотонность. Монотонность. И третье, если имеется какое-то множество а, содержащееся в х, и какие-то множества а й, содержащиеся в х, й пробегают натуральные числа, счетный набор каких-то множеств из х, вот, при этом а содержится в объединении всех а й, по й от единицы до бесконечности, как всегда, множество индексов может быть другим, главное, чтобы оно счетно было, то мера, значит, гамма от а, гамма от а не превосходит суммы по й от единицы до бесконечности, гамма от а й от их, вот, это называется счетная полуаддитивность, счетная полуаддитивность, вот определение предмеры, значит, как она возникла, сейчас обсуждать не будем, возникла, но как-то и возникла, но примеры, как я уже сказал, вот первые примеры, вот, они совершенно очевидны, вот такое утверждение, если мю мера на некотором полукольце а под множество множество х, то мю со звездочкой предмера, вот, вот пока у нас главные примеры, предмеры будут вот такими вот, значит, потом будут и другие, значит, будут две ситуации, когда они возникают другим способом, вот, а значит, суть дела состоит в том, что если есть предмера, то можно сузить ее на некоторый довольно обширный класс множества, так что она там ставит счет надзитивной мерой, вот, вот, ну и вот, разумеется, эта ситуация будет применяться к мере, предмере, к внешней мере, значит, как вот мы, скажем, как мы будем строить вот меру ВРН, такой вот, которая хочет быть объемом, вот, да, значит, мы просто возьмем объем на конечных параллелепипедах, построим по нему внешнюю меру, это будет предмера, а потом эта предмера генерирует некую меру, значит, на неком более узком классе множеств, не на всех подможествах, значит, РН, а вот на некотором более узком классе, значит, который все параллелепипеды тоже будет содержать, значит, на некоторой сигмалгебре, вот, ну и вот, вот это, собственно говоря, есть построение мира Лебега, так вот, давайте сейчас я сформулирую теорему, которая, собственно говоря, вот и есть то, ради чего мы все до сих пор делали, значит, самое, вот, это одна из главных теорем этой части курса, можно сказать, вот, так называемая теорема Лебега-Каратайадори, так, ну, значит, вот все, что я рассказываю, называется меры интеграла Лебега, вот, основная теорема тут вроде пролежит двум авторам, значит, это исторически, но это правда, значит, но полная правда стоит в том, что, в общем, основная идея была у Лебега, а Каратайадори придумал, как, значит, сократить рассуждения, значит, он вот ввел некое определение, я просто его, только ему буду заниматься, потому что, что делал Лебег, оно так привело бы к некоторым, вот, лишним таким, вот, ходам, значит, поэтому я вот не буду вдаваться в разницу между тем, что делал Лебег и тем, что делал Каратайадори, значит, на самом деле, близко они делали, значит, просто Каратайадори несколько улучшил, он придумал очень удачное, значит, простое, но удачное улучшение, вот, после которого стало все, ну, просто вот так вот, гладенько, чистенько, значит, здорово, значит, если вам интересно посмотреть, чем отличается подход Лебега от подхода Картайадори, то вот есть книжка, это абсолютно новая, кстати говоря, я вам про книжки ничего не говорил, да, значит, по этой науке, ну, вот так я читаю, я не знаю, где объяснено, но примеров так много, где, вот, есть, конечно, учебник, Калмагорова и Фомина по функциональному анализу, где изложена теория интеграла Лебега, знаете, наверное, эту книгу, да, Калмагорова и Фомин функциональный анализ, вот, это московские все книги, значит, в Москве курс меры Лебега входит в функциональный анализ, не в обычный, странным образом, вот, и там вообще была некая архаика, значит, они там довольно долго занимались интеграла Бримена и многомерная ситуация, потом только студентов уже где-то там постарше начинали учить, поэтому вот, ну, неважно, хорошо, вот, а есть еще более новая, но, там, там вот опять же эти детали нет, есть более новая московская книжка, значит, Смолянов и Богачев, Смолянов и Богачев, кажется, называется тоже как-то так, то ли курс функционального анализа, то ли как-то так, в общем, название там есть слова функционального анализа, там тоже начинается все с теории меры интеграла, и вот, в частности, там есть исторические всякие комментарии, и там объясняется, в чем отличие подхода Любега от подхода Картадоре, значит, там нюансы некие есть, значит, но вот мы не будем этим заниматься, просто я вот сразу как будто исправляю историю, как будто вот ничего кроме теоремы Любега и Картадоре и не было, так естественно считать, вот, про некие заблуждения можно забыть, вот, хорошо, значит, давайте забудем про заблуждения, и я вот дам определение Картадоре, так вот определение такое пусть гамма это предмера на x множество е содержащиеся в x называется гамма измеримым если выполнено следующее для любого совсем множество а из x гамма от а равняется гамма от а пересеченное с е плюс гамма от а минус е вот так вот значит осознайте пожалуйста что написано так значит эти два множества не пересекаются так эти два множества а пересеченное с е и а минус е и не пересекаются в без нее дают а то есть в общем тут требуется требуется какая-то аддитивность самой функции значим в таком сильном таком очень усиленном смысле вот если бы я взял а равняется x да посмотрите пожалуйста то это бы означало просто что значит мера множество и вот гамма от множества ей гамма от его дополнения в сумме дают гамма от всего x то есть вот такая вот аддитивность да а здесь требует чтобы было не только для из любого множества вот вот так вот да значит вот такое такое определение значит ну почему такое вводится но вот опять же тут возвращаясь к истории без ли бега не было бы непонятно почему такое надо выводить вот но лебег дело несколько иначе значит он то есть у него это условие присутствовал но вот не для всех множества вот аккратадуре догадался ничего всех множества его написать значит вот такое множество считает так так такое условие значит смотрите пожалуйста вот так теорема лебега аккратадуре ставит в общем значит вот утверждение гамма измеримое множество образуют сигма алгебру на которой значит функция гамма счетно-аддитивно она является мерой до на часа по себе пример не является вообще говоря меры там есть только вот такая вот счетная пола аддитивность вот но и значит если углубиться в теорию множество там можно понять что в общем на всех подмножествах счетно-аддитивных мер почти не бывает там кроме каких тривиальных значит вот вот но можно выделить класс хороших подмножеств на которых эта штука является счетно-аддитивной мерой вот собственно говоря но само по себе это может было бы и не так интересно потому что смотрите пожалуйста ну вот скажем если я в качестве е возьму пустое множество да что получится получится равенство правильно пустое множество конечно измеримо ну и само x измеримо тоже понятно если я в качестве я возьму их тут здесь будет пусто здесь будет а так что вот пустое множество измеримы вот но встает вопрос ну а что-нибудь еще там есть вообще говоря или нет значит ну и в общей ситуации непонятно есть или нет но вот есть такое дополнение значит если гамма равняется мю со звездочкой для некоторой меры мю заданной на полукольце а рукописная то все множество этого самого полукольца являются гамма измеримыми то есть в том единственном случае когда у нас есть настоящий такой пример значит множество исходного полукольца все оказываются изменимыми так у вас вопрос какой то или что давайте давайте или определяли измеримые предмеры а там мы говорим что это мера там видимо предмеры являются мерой нет тогда она не является мера она порождает меру значит вот если ее сузить на измеримые множества там будет мера а вот вообще то нет то есть вот там убеждается что эта функция она будет счетно-эдитивна именно мера ну так если она счетно-эдитивна то что что я не хватаю для того чтобы быть мерой да правильно значит она не отрицательна значит и что счетно-эдитивна так тогда и конечно-эдитивна да вот значит значит вот в том случае когда мы построили нашу предмеру как внешнюю меру множество исходного полукольца все будут гамма-измеримыми но это уже нечто это посмотрите пожалуйста значит вот измеримое множество образует сигма-алгебру да значит по крайней мере минимальная сигма-алгебра порожденная нашим полукольцом она в этой сигма-алгебре содержится да тогда раз вот есть второе утверждение этим самым тем самым значит измеримыми получаются по крайней мере все множества из минимальной сигма-алгебры порожденной полукольцом но вот давайте посмотрим на те примеры мы к ним вернемся Я это говорю предварительно, так что это вполне все можно понять. Посмотрим на те примеры, которые у нас уже были. Вот, скажем, объем на конечных параллелепипедах. Если мы к нему применим эту конструкцию двух шагов. Сначала построим внешнюю меру, а потом применим теремию меры Кротодория. То измеривыми окажутся, ну, по крайней мере, все подмножества, лежащие в сигмалгебре, порожденные параллелепипедами. Легко понять, что все открытые множества будут измеримыми. Потому что, ну, есть точки с рациональными координатами. Если вы берете, скажем, даже кубы просто, кубы с рациональной длиной стороны, с центром профессиональной точки, которая содержится в данном открытом множестве, то они, значит, легко понять, что они в объединении дадут все это множество, а их счетное число. Так что, вот, раз, значит, у нас измеримые множества образуют сигмалгебру, вот, значит, на выдерживание счетной операции, значит, счетное объединение кубов любых дает тоже измеримые множества. То есть все открытые множества окажутся измеримыми, да? Но раз это сигмалгебра, значит, все замкнутые множества окажутся измеримыми тоже, да? Дополнение. теперь можно дальше пойти все счетные объединения замкнутых множеств тоже будут измеримы и все счетные причины открытых ну и так далее но более или менее так дело обстоит что если вы можете написать сколько-нибудь явное определение множества на доске если есть процедура не слишком заковыристая формула написана то скорее всего вы сведете это к некоторому количеству счетных операций над параллелепипедами то есть грубо говоря неизмеримое множество придумывать очень тяжело и действительно его придумывать очень тяжело они рождаются только с помощью аксимовыбора все конструкции неизмеримых множеств неконструктивны написать в доске невозможно можно конечно но там будет аксимовыбор значит что это такое вот вот то есть вот тем самым у нас там площадь или объем или длина напрямой окажутся заданными просто на огромной системе множество значит вот мы теперь можем померить площадь вот помните значит когда мы вычисляли площадь в прошлом году там под графикой чего-нибудь мы пропустили значит все просуществование пользоваться интуицией после этих теорем значит эта самая площадь с прямоугольников продолжается ну вот ну черт знает куда просто там и думать не надо ни о чем куда она продолжается в общем более-менее у всего разумной есть площадь вот так хорошо ну вот начало было предисловие потом мы вернемся к случаю объемов значит он нас больше всего интересует вот то что получается в результате применения этого дела к объему и называется Мира Лебегова в мирном пространстве вот но к этому опять же мы вернемся давайте сейчас давайте теорему Лебегова-Картадоре доказывать да я еще хочу заметить что вот в этом добавлении когда у нас тут внешняя мера фигурирует значит счетная идитивность не нужна счетная идитивность нужна в единственном месте чтобы вот эта самая мю со звездочкой совпадала с исходной мерой мю на множество исходного полукольца все остальное значит верно для любых мер но единственное то что мы ноль можем получить как было в прошлый раз значит но тогда не интересно вот так что вот только чтобы получить ноль значит так вот я напомню это фундаментальное соотношение у вас он в тетрадках есть так что можете не переписывать но просто мне удобно чтобы было перед глазами а я его стер вот это фундаментальное соотношение и значит давайте через сигма большое обозначим совокупность совокупность всех гамма измеримых множеств ну вот надо доказывать то что там про это сигма написано джакова доказывать то что это сигма алгебра во первых с маленькими так может нехорошо сигма потому что я буду говорить сигму сигма алгебра значит это как то вот давайте какую-нибудь букву другую возьмем B например да вот B B будет лучше В it acaba significant значит что B это сигма алгебра и что функция гамма на ней счет на один сигма Давайте на пункты разобрем Первый пункт совсем простой Пустое множество лежит в B Подставляем сюда пустое множество Получаем здесь пустое множество Здесь получается 0 Здесь получаем A Получается гамма от A Все правильно Второе условие Тоже простое Если E это измеримое множество Если E лежит в B То дополнение множества E Тоже лежит в B Значит, это самое семейство Замкнуто относительно дополнений Но понятно, эта штука симметрична Относительно перехода к дополнениям Потому что это можно еще так переписать Это гамма от A Пересеченная с E Плюс гамма от A Пересеченная с дополнением множества E Разность это пересечение с дополнением Правильно? Ну а тогда получается полная симметрия Значит, что тут брать? Если я заменю E на дополнение То ничего не поменяется Поэтому Ну, в частности В частности, X лежит в B Ну, потому что пустое множество лежит в B А это дополнение к 1-X Ну, это все были тривиальности Так, а теперь давайте вот что докажем Значит, третье условие Вот такое Значит, если E1, E2 Лежат в B То их пересечения Тоже лежит в B Вот Значит Фактически Это проверка того Что E является алгеброй Давайте вот Предположим На секунду Что Мы это доказали Что наша совокупность B Замкнута сетелью пересечения Я напомню Значит, что Мы уже знаем Что она замкнута сетелью дополнений Да Вот Поэтому Можно ведь такие формулы написать Что вот E1 Объединенное с E2 Это что такое Это Дополнение E1 Пересеченное с дополнением E2 И у этого надо взять дополнение Вот А E1 Минус E2 Это Уже писалось E1 Пересеченное с дополнением E2 Вот Еще имеют место Такие формулы Поэтому Если мы Докажем Замкнуты сетелью пересечения Нашей системы То вместе Замкнуты сетелью дополнений Которые мы уже знаем Это дает Значит Отсюда следует Сразу Дает Что В алгебра Что В Это алгебра Потому что Ну вот Эти формулы показывают Что тогда и все Все конечные Все теоретики множественной операции С двумя множественной выдерживаются Поэтому Так Вот Ну что же Что же Что же Как будем мы это делать Но Видите Нам Неоткуда Взять Значит Надо проверить Надо проверить Что Пересечение множеств E1 E2 Увлеклевает этому Самому равенству Да Вот А нам известно Что не поразит Увлеклевает этому равенству Поэтому Нам Неоткуда То равенство Ввести Кроме Как Из таких Равенств Для E1 E2 По отдельности Ну давайте начнем Вот Вот Доказательство Доказательство Сначала Напишем Вот Берем Произвольное множество А В x И сначала Напишем Что Мю От А Равняется Мю От А Пересеченное С E1 Плюс Мю От А Пересеченное С E1 Дополнение Гамма Да Гамма Гамма Конечно Совершенно верно Есть такая книжка Литтлвуду Математическая смесь Вы читали Может быть Видели Кто-нибудь знает Ну вот там Там есть Решение Интегралов Которые Не порвали Несколько Печатали Там Там Есть Он цитирует Я не помню Какого-то Известного Математика Конца 19 Начала 20 Века Которые Значит Обычно Часто Читала Лекции Так Вот Рассмотрим Полинон Томаков И степени А Там X5 Плюс B X4 Плюс CX Квадрат Плюс DX Плюс E После Этого Приколай Где E Вообще Говоря Не равняется Основанию Матуральных Логарифмов Хотя Может Ему Быть Так Вот Мю Это То же Самое Потому Что Когда Говорят О мерах То Часто Мю Обозначают Буквы Мю И Поэтому Мне Хочется Замороженный Символ Грубо говоря Так Он Формально Замороженный Е Тоже Понимаете Ну что Ну Условились Я Называют Но Подумаешь Там Почему Не Назвать Буквы И Скажем Хорошо Значит Вот Это Мы Написали Значит Множество А с Е1 Е2 Так Вот Давайте Применим Вот Вот Эту Формулу Как Нибудь Обозначим С плюсиком Вот К этому Слагаемому Применим Плюсик Формула Плюсик С А Пересеченная С Е1 Вместо А Значит Я пока Только Первое Слагами Преобразую Значит Гамма От А Пересеченная С Е1 Пересеченная С Е2 Плюс Гамма От А Пересеченная С Е1 Пересеченная С Дополнением Множества Е2 Ну и Плюс То Что Осталось Это Я не Трогал Не Менял Плюс Гамма От А Пересеченная С Дополнением Множества Е1 Так Вот Теперь Давайте Посмотрим Какое Нам Условия Надо Проверить Значит Надо Проверить Значит Почему Это Верно Ну просто Значит Я же К любому Множеству А Могу Применять Ту Формулу Е2 У нас Измеримо Поэтому Я могу В качестве Обращать Все Что угодно Так Возьмем Вот Это Вот Вот И Вот Оно Тут Выскочит А Что Надо Проверить Надо Проверить Что Гамма От А Равняется Гамма От А Пересеченная С Е1 Пересеченная С Е2 Плюс Гамма От А Пересеченная С Дополнением Е1 Пересеченная С Е2 Вот Так Вот Это Надо Проверить Ну И Вот У нас Получилось Что Гамма От А Равно Вот Таким Трем Слагаем Первое Из них Как Раз Такое Как Нам Хочется Значит Тем Самым Надо Проверить Следующее Осталось Увидеть Что Вот Это Вот Слагаемое Равно Суммите двух Так Вот А Это Слагаемое Что же Такое Это Гамма От А Пересеченная С Е1 Дополнение Объединенная С Дополнением Е2 Вот Просто Я Написал Дополнение Пересечения Как и без Нея Дополнений Вот И Должно Быть Оно Равно Тому Что Тут Написано Значит Гамма От А Пересеченная С Е1 Пересеченная С Е2 Дополнение Плюс Гамма От А Пересеченная С Дополнением Е1 Вот И значит Откуда нам такую формулу взять Ну понятно Что только отсюда Больше не откуда Правильно Значит Надо узнать В этой формуле Вот Ту формулу Для каких-то там Множеств Да Давайте узнаем Значит Что там Вот Давайте Применим Плюс Применим формулу Плюс С А Вот с этим множеством Пересеченная С Е1 Дополнение Объединенное С Е2 Дополнение Вместо А В роли А И значит Так Дополнение Множества Е1 В роли Е Вот так Вот Значит В той формуле Вместо А Подставим Вот это Вот Можно Потому что Любое Можно подставлять А вместо Е Поставим Вот это Вот Это множество Измеримо Потому что Оно Есть Дополнение Измеримого Множества Измеримо 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 Тоже Можно подставлять Вот так Вот Ну и Смотрите Что получается Значит Вот Значит Тогда А Пересеченное С Е1 Дополнение Объединенное С Е2 Дополнение Пересеченное С дополнением Множества Е1 Так Смотрите Я вот Добавил Слайе 2 А потом Снова Пересек С дополнением Множества Е1 Это Ведь Будет А Просто Пересеченное С дополнением Множества Е1 Правильно Ну Так Скажем Все что Здесь Добавилось Лишнего Кроме Этого Дополнения Я То есть Цент Надо Писать С Значит Я Снова Выкинул Да Так Что Вот Значит Беря Первое Слагаемое Мы Получаем Вот Такой Член Да Вот А Теперь Если Я А Пересеченное С Этим Дополнением С Объединенное С Е2 С Пересекаю С чем С дополнением Множества Е1 С То есть С Е1 Что же Такое Будет Что же Такое Будет Ну Так Я должен Вот это Получить Правильно Так Смотрите Пожалуйста Я К Е1 К Этого Множества Дополнения Е2 Добавил Дополнение Е1 Вот А Потом Снова Это все Пересек С Е1 Ну Так Что это Добавил Дополнение Е1 Что не Добавил Это все Равно Потому что Значит Эти два Множства Не пересекают Значит Это просто Равно А Пересеченное Ну вот Так сказать Это можно И добавлять Будет то же самое Видно Да Вот Как раз То что там Написано Получается Е1 Пересеченное Пересеченное Е2 С Вот и все Сошлось Вроде Да Видишь Сошлось Да Прекрасно Ну вот Значит Тем самым Тем самым Уже мы знаем Что Наша Семейство Б Это Алгебра Вот Теперь Четвертый Пункт Вот Счетную Отдентимость Рано Проверять Еще Значит Сначала Надо Отдентимость Проверить И Отдентимость Проверяется В усиленном Значит В усиленном Виде Значит Если А Это Любое Подмножство В x А Значит В1 И В2 Лежат В нашей Алгебре В Теперь Могу Решить Алгебра Значит Измеримое Множество И Не Пересекаются Вот То Верно Следующее Гамма От А Пересеченная С их Объединением Равняется Гамма От А Пересеченная С B1 Плюс Гамма От А Пересеченная С B2 Вот так Вот Значит Если В качестве А Взять Х Получится Обычная Аддентивность Видите Гамма От Объединения Двух Непересекающих Ножеств Равно Суме Значение Гаммы На них Да Вот А требуется Чтобы Аддентивность Была В усиленном Смысле Чтобы Для Каждого Чтобы Следы Этих Множеств На каждом Множестве А Обладали Таким Самым Свойством Так что На Измеримых Множествах Имеет Такая Усиленная Аддентивность Вот Ну Значит Тут Что Значит Это Просто Вот Как Значит Доказательство Теперь Очень Простое Значит Мы Знаем Что Все Множество Которые Тут Ну Все Они Измеримы Значит Не важно Там Все Кругом Измеримо Вот Кроме А Но Это Даже Не важно Значит Надо Применить Применим Условие Плюсик С А Пересеченное Вот С этим Объединением В роли Множества А И С В 1 В В роли Множества В В В Роли Множества Е Смотрите Если Я пересекаю С В 1 Получается Это Слагаемое Так Если Я пересекаю Это С Дополнением В 1 То Ведь В 1 И 2 Не Пересекались Да Вот И Получается Это Слагаемое Так Так Что Вот Из Плюсика Сразу Получается Детимость Так В таком То Сильном Виде Так Пятое Условие Значит По индукции Получается Следующее По индукции Значит Если А Это Любое Подможество В Х А Е 1 И так Далее В 1 Скажем В 1 И так Далее В Н Лежат В Нашей Алгебре В И По паре Не Пересекаются То Тогда Гамма От А Пересеченная С их Объединением Равно Суме Понятно Чего Сейчас В 1 И В 1 Так В 1 Так Значит Ну Понятно Что это Распространяется По индукции Значит Из Условия 4 Но Просто Тут Надо Отметить Что Когда Мы Эту Индукцию Делаем То Мы Свойства 3 Тоже Используем Потому Что Скажем Вот Как Для Трех Надо Доказать Эту Вещь Вот Имеется Три Измеримых Множества Тогда Объединение Первых двух Измеримо По Пункту 3 Тогда Мы Применяем Пункт 4 К Объединению Первых двух И к Третьему Там Все Измеримо Поэтому Пункт 4 Можно Применить Ну И Дальше Понятно Так Что По Дороге Там Возникают Объединения Этих Самых Множеств Таких И Надо Знать Что Этих Все Объединения Конечно Измеримы Зачем Так По Пункту 3 Они Измеримы Ну Вот А теперь Значит Шестой Пункт В Это Сигма Алгебра Сейчас Проверяем Что Это Сигма Алгебра Так Значит Проверяем Что Б Сигма Алгебра Для того Чтобы Это Проверить Надо Что Такое Доказывать Про Счетное Объединение С тем Условием Плюсик Вот Такое Сначала Замечание Значит Множество А Множество Б Измеримо Если Для Всякого Подмножества Нашего Основного Пространства Х Выполняется Неравенство Вместо Плюсика Такое Вот Значит Гамма От А Пересеченная С Б Плюс Гамма От А Пересеченная С Дополнением Б Не Превосходит Гамма От А Вот Вместо Равенства При Доказательстве Визеримости Достаточно Проверять Неравенство В эту Сторону Почему Потому что Противоположное Неравенство Следует Счетной Полудитивности Следствую Счетной Полудитивности Ну смотрите Пожалуйста Вот эти Два Множества В объединении Дают А Правильно Значит Они В объединении Дают А Вот Но Если Счетная Полудитивность Есть Конечная Полудитивность Разумеется Потому что Пустое Множество В нашей Системе Лежит И На нем Наша Функция Гамма Равна Нулю Поэтому Если у меня Есть Конечное Покрытие Множество А чем Небудь То я Могу Всегда Добавить Пустые Множества До счетного Числа Поэтому Конечная Полудитивность Тоже Получается Объединение Двух Множеств Равняется А Значит Из Полудитивности Вытекает Что Гамма От Не превосходит Всегда Просто Суммы Просто Противоположное Неравенство Верно Всегда Независимо От того Измеримо Б Неизмеримо Всегда Верно Так что Измеримость Это Просто Вот это Неравенство Вот Ну Хорошо Значит Вот Его-то Мы Будем Проверять А для Какого Множества Мы Будем Проверять Помните В прошлый раз Мы С вами Занимались Какими-то Абстрактными Утверждениями Про Сигма Алгебры У нас Еще Никаких Сигма Алгебр Не было Но Вот Мы Обсуждали Как Проверять Что 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 Является Сигма Алгеброй И Значит Там Мы В частности Пришли К выводу Что Достаточно Проверить Что Если Это Система Алгебра Достаточно Проверить Что Она Замкнут Считывает Счетных Двизионных Объединений Значит Вот Достаточно Проверить Что Если Значит Б Один Ну Так Вот Б Й Лежат А И по Пару Не Пересекаются То Их Объединение Тоже Лежит А Вот Но И вот Для этого Самого Объединения Достаточно Проверить Вместо Равенства Плюсик Такое Неравенство Для Всякого Множества Маленькое Для Всякого Подможества Маленького В Х Так Можно Я сотру Начальное Утверждение Ну вот Значит Давайте Применим Предыдущий Пункт Значит Конечному Набору Этих Самых Множеств Б Йод Вот По Предыдущему Утверждению Значит Имеем Гамма От А Равняется Значит Имеем Для Всякого Н Гамма От А Равняется Гамма От А Пересеченная С В 1 И так Далее Объединение Значит До Б Н Вот Пересеченное С этим Объединением Вот Так А Еще Вот Может быть Знаете Что Давайте Вот Это Множество Обозначим Через Б Маленькое Вот Это Объединение Которое Меня Интересует Обозначим Через Б Маленькое Вот Плюс Гамма От А Минус Минус Это Объединение Это Вот По Предыдущему Пункту Все Множество Б Йота Измеримы Поэтому Для Конечных Наборов Б Йота По Паран Пересекающих Я могу Написать Вот Равен Самую Усиленную Аддитивность Так Теперь Давайте Посмотрим Значит Вот Эта Штука Это Вот Значит Она Больше Либо Равна Гамма От А Минус Б Значит Б Ведь Шире Чем Все Такие Объединения Значит Если Я Объединенные С Б Один Объединенные И так Далее Объединенные С Б Н Значит Плюс Гамма От А Минус Б Вот Так Вот Да Я загрубил Неравенство Просто Вычил Здесь Все Это Само Объединение Значит Ничего Не Испортилось Где Это Нет Б Разумеется Это Измеримое множество Просто Измеримое множество Так Вот И там тоже Где-то еще Да Значит Где-то еще Да Да Я просто Перепутал Простите А Это было Исходное Полукольцо А мне Значит Нужны Измеримое множество Про Б Идет Речь Про Совокупно Всех Измеримых Множеств Вот Ну И вот Тут Можно Написать Тогда Что это Просто равно Теперь Гамма От А Пересеченное С Б 1 Значит Плюс Гамма От А Пересеченное С Б 2 Плюс И так Далее Плюс Гамма От А Пересеченное С Б Н Плюс Гамма От А Минус Б Вот Значит Вот Смотрите Пожалуйста Вот Для Всякого Н Такая Сумма Сумма Первых Н Слагаемых Такого Вида С первыми Б От Единицы До Н Плюс Что Такое Не Превосходит Гамма От А Вот Ну Кто Мешает Перевести В этом Правильности К пределу По Н Вот Смотрите Пожалуйста Все Такие Суммы Плюс Это Вот Ограничены Каким-то Числом Ну Либо Плюс Бесконечностью Да Либо Плюс Бесконечностью Так Или Иначе Что Что Бы Там Ни Было Число Или Плюс Бесконечность Отсюда Переходя К пределу По Н Здесь Все Положительные Числа Правильно Отсюда Вытекает Что Гамма От А Больше Либо Равно Суммы От А Пересеченное С Б Й Плюс Гамма От А Минус Б Вот Просто Перешел К пределу Так А вот Эта вещь Эта вещь Она По счетной Полуаддитивности Как раз Больше Либо Равно Того Чего Надо Значит Перешли К пределу Так Причем Не важно Сумма Конечная Или Бесконечная Все Неравенство Есть Правильно Значит Просто Если Гамма От А Бесконечная Тогда От Неравенства Есть Независимо От Чего Если Она Конечная Тогда Все Эти Суммы Ограничены И Значит У них Есть Предел Ну Вообще Понятно Ряд Сходится Значит Вот А Теперь Счетная Полуаддитивность Показывает Следующее Что Гамма От А Пересеченная С Б Не Превосходит Этой Вот Самой Суммы Сумма По Й От Единицы До Бесконечности Гамма От А Пересеченная С Б Й Так Ведь Ну Просто Потому Что Объединение Этих Множ Страва Как раз Вот Этому Значит И Вот В Сторон Неравенства Есть Всегда Вот Так Что Это Больше Рев Равно Гамма От А Пересеченная С Б Плюс Гамма От А Минус Б Ну А Это Есть То Что Нам Надо Так Это Есть То Что Нам Надо Неравенства Насчетно-аддитивно. Сейчас давайте посмотрим, как это... Да. Так, вот, значит, я эти формулы не стираю, потому что из них... Сейчас я буду ими пользоваться, этими самыми вычислениями. Вот. Так, хотя нет, ничем не буду пользоваться, значит, ничем пользоваться не буду. Так. Так, шестовое. Значит, усиленная счетная аддитивность. Значит, здесь усиленная нам уже не будет особенно нужна. Вот, когда я доказывал усиленную конечную аддитивность, она понадобилась вот в этом месте. Заметьте, пожалуйста, что если я просто доказал аддитивность, нам бы этого не хватило, потому что мне нужно было вот эту штуку представить в таком виде для любого множества. Поэтому здесь усиленная аддитивность была мне нужна, чтобы доказать, что это сигма алгебра. Значит, это финальный этап. Значит, это самая техническая счетная аддитивность с любым множеством А. Мне не очень будет нужна, но она все равно есть. Вот. Поэтому давайте мы ее докажем, а использовать будем только при равном Х. Значит, чему равна штуку усиленную счетную аддитивность? Для всякого А подможенства в Х, для всяких В1, значит, В1 из нашей сигма алгебры В, теперь я говорю, что это сигма алгебра, по паре непересекающихся. Верно следующее. Значит, гамма от А, пересеченная с объединением, по йот от единицы до бесконечности, В йот равняется сумма по йот от единицы до бесконечности, гамма от А, пересеченная с В йот. Так, ну, заметим, что счетная аддитивность обычная, которая нам и нужна, получается при А равном Х. Значит, если я поставлю А равное Х, то получится та самая счетная аддитивность, к которой мы стремимся. Вот. Ну, вот верно, такая усиленная. Ну, почему? Ну, почему? Ну, почему? Собственно, мотивы те же самые, которые сейчас в этом доказательстве, оно попроще, чем то, что было до сих пор, хотя то, что вот в предыдущий пункт тоже сложно, то сильно называть нельзя, но это еще проще, но мотивы те же самые. Значит, вот доказательства. Первое. Во-первых, мы можем написать, что гамма от А пересеченная вот с этим объединением дает, не превосходит суммы. Это просто счетная полуаддитивность. Это в условии на предмеру написан. Так что вот в эту сторону оценить легко. Вот. А дальше поступаем так. Вот БЁТ у нас все измеримы, значит, ну вот, значит, Б, объединение Б1 и так далее, БН, содержится, разумеется, в объединении всех этих самых БЁТ, значит, от единицы до бесконечности. Поэтому по монотонности по монотонности значит, гамма от А пересеченная с объединением БЁТ от единицы до бесконечности БЁТ больше либо равно гамма от А пересеченная с конечным объединением, значит, значит, до Н БЁТ. И это любого Н, верно? Вот. Ну, а здесь множество наших измеримых по паре не пересекаются, их конечное число, аддитивность мы уже знаем. Значит, это равно сумме по ЁТ от единицы до Н значит, гамма от А пересеченная с БЁТ. Вот так вот, да? Вот, ну и все снова осталось перейти к пределу преимущественной бесконечности. Значит, тут сумма положительных чисел, не отрицательных там, может, бесконечных, неважно, но так или иначе о сходимости ряда заботиться не надо, он всегда сходится либо к конечному числу, либо к бесконечности, неравенству к доверным. Так что вот в пределе преимущественной бесконечности получаем, что гамма от А пересеченная с этим самым объединением значит, больше либо равно сумма по ЁТ от единицы до бесконечности, гамма от А пересеченная с БЁТ. Вот, ну и все, значит, вот сверху оценка есть. На самом деле, в чём я вижу. Что? Снизу тоже есть, значит, на самом деле равенство. Вот. Мы уже с вами с этим местом сталкивались. Вот, когда там доказывали счётную агентивность длины, значит, и счётную агентивность вот разных... Вот теорем Александра когда доказывали, то там мы отмечали, что вот это неравенство, оценка снизу, верно для любой положительной меры просто-напросто, значит, верно независимо ни от чего, значит, проблема стоит в оценке сверху для счётной агентивности, но здесь оценка сверху просто запостулирована с самого начала, она входит в определение, поэтому вот, всё. Так, вот, доказываем, что теремали бы уже отродали. Так. о том, что если гамма равному звёздочке, то... А, да, да, последний пункт, да. Значит, последний пункт остался, значит, да? Правильно. Последний пункт седьмой. Если гамма равняется мю со звёздочкой, то все... То, значит, напишем просто так, то А содержится в Б. Значит, А это исходное полукольцо, исходное полукольцо, значит, А, Б, это вот все измеримые множества. Значит, просто все множества исходного полукольца измеримы. Вот. Ну, ладно. Значит, давайте что же надо доказывать? Доказывать надо следующее. Значит, опять же, надо проверять так. Вот. Пусть А это множество из исходного полукольца, достаточно проверить, что для всякого подмножества Е большое из Х мю со звёздочкой от Е большое пересечённое с А плюс мю со звёздочкой от Е большое минус А не превосходит мю со звёздочкой от А. Вот это достаточно проверить. Я уже сказал, что в противоположную сторону неравенств наверное всегда. да, там есть чётная полуэдитивность и конечная тоже, поэтому вот это достаточно проверить. Вот. Ну, хорошо. Ну, давайте это само мю со звёздочкой вычисляем. Как там мю со звёздочкой вычислять? Нужно покрывать множество чем-то там тоже множествами из А и значит вычислять сумму их мер. да, значит вот возьмём 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 покрытие множества А, то есть не А, а Е, простите, пожалуйста. Извините, Е тут надо писать. Вот произвольное множество значит из Х вот ну и вот такое надо оказывать значит для Е. значит теперь вот давайте возьмём покрытие значит пускай пускай скажем С и Т покрытие множество Е множествами С и Т которые лежат в нашем исходном полукальце какой-нибудь. Вот ну тогда что же значит посмотрим на множество такие вот значит С и Т пересечённые с А они тоже лежат в нашем полукальце правильно и объединение их и от единицы до бесконечности больше либо равно простите пожалуйста содержит содержит множество А значит вот если я пересеку все эти множества с А то я получу покрытие множества тогда правильно я получу покрытие множества А так значит С и Т я покрытие множества сейчас нет не А а Е пересечённые с А простите Е пересечённые с А вот так вот вот это вот верно значит С и Т покрывают множество Е если я все пересекаюсь множеством А то я получаю покрытие множества Е пересечённые с А так вот и тем самым мы видим что мю со звёздочкой от Е пересечённые с А не превосходит суммы по Ё от Единицы до бесконечности значит мю от С и Ё пересечённые с А значит вот такое неравенство получилось теперь вот рассмотрим такие множества Д и Т которые равны С и Т минус А вот теперь мы выкинем из них множество А так но вот с этими множествами немножко хуже они в полукольце вообще говоря не лежат правильно потому что от разности полукольцо не замкнуто но тем не менее каждый из них распадается в конечное объединение множества полукольца значит для каждого И существует множество Д И Ё Ё меняется от Единицы до какого-то там номера Н со значком И значит такие что С и Т равняются объединениям по Ё от Единицы до Н И Д И Ё и значит они в парне пересекаются Д и Ё пересечённое с Д и Ё штрих пусто при Ё неравном Ё штрих значит да Д и Т да Д и Т Д и Т равно этому объединению значит вот эти множества Д и Т они в полукольце не лежат но они раз из двух из полукольца поэтому значит каждый из них каждый из них вот каждый из них распадают с такое конечное объединение теперь если мы все эти множества Д и Т и Т скинем в один мешок вот рассмотрим их по всем индексам и ее то получится покрытие множества значит Е-А значит вот давайте там писать объединение по Ё от единицы до Н и Т объединение по И от единицы до бесконечности Д И Ё содержит разумеется Е минус А так ну потому что если я напишу здесь Саитое то это ну понятно в общем понятно из конструкции ясно значит вот мы все множества покрывали Е а когда я А выкинул то получится покрытие множества Е-А вот ну отсюда следует что значит мю со звездочкой мю со звездочкой от Е-А не превосходит чего же там суммы по И от единицы до бесконечности сумма по Ё от единицы до Н ИТ мю от Д и Ё вот вот таким образом значит теперь можно этих слов было бы не произносить а остаться на уровне полукольца то есть пункт 6 на самом вот этот последний пункт 7 на самом деле может доказывать до всего что я доказал до сих пор значит может было с нему начать например да вот но уж давайте произнесем воспользуемся тем что мы доказали значит дело в том что значит мы же теперь знаем что а нет нельзя 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 нет поторопился Счетной активности-то нет, значит, исходные меры не предполагаются, поэтому нельзя так. Хорошо, значит, вот так вот получилось. Ну и теперь что же? Теперь давайте заметим, что... Вот сейчас, вот тут лучше бы и написать, мне это удобнее. Немножко это все равно, конечно, значит, но мне это немножко удобнее. Давайте заметим, что для всякого И СИТ равняется СИТ, пересеченное с А, объединенное с этим самым объединением Д, Д, И, ЙОД по ЙОД от 1 до НИТ. Причем тут все множества, которые сейчас пары не пересекаются, эти все не лежат в А. Ну, просто вот так вот. Это пересечение, а эти все вместе дают разность. Значит, объединение еще написать, подождите, вот так вот, объединение. Вот СИТ, пересеченное с А, объединенное с этим вот объединением. Эти все объединения дают разность СИТ минус А. Тут их пересечение, вот так вот, да? Вот, ну, из аддитивности меры отсюда следует, что МЮ от СИТ равняется сумме, значит, МЮ от СИТ, пересеченное с А, плюс сумма по ЙОД от Единицы до НИТ, МЮ от Д ЙОД, значит, из аддитивности. Вот, а теперь давайте эти два неравенства сложим. Что получится? Получится МЮ со звездочкой от Е, пересеченное с А, плюс МЮ со звездочкой от Е минус А. не превосходит суммы по И от Единицы до Бесконечности, значит, я просто к одному слагаемому здесь прибавляю эту сумму. Значит, а здесь будет МЮ от СИТ, пересеченное с А, плюс сумма по ЙОД от Единицы до Бесконечности, МЮ от Д ЙОД, вот так вот. А вот это мы знаем, что равно МЮ от СИТ, значит, получается сумма по ЙОД от Единицы до Бесконечности, МЮ от СИТ. Значит, и к чему же мы пришли? Мы взяли любое покрытие множества Е, множествами из нашего полукольца, и доказали, что вот эта вот сумма не превосходит сумму мер элементов этого покрытия. Так осталось к инфимуму перейти по всем покрытиям. Когда мы перейдем к инфимуму по всем покрытиям, получится отсюда, что МЮ со звездочкой от Е, пересеченное с А, плюс МЮ со звездочкой от Е, минус А, меньше либо равно МЮ со звездочкой от Е. Здесь же было любое покрытие множества Е, значит, переходя к инфимуму, получим как раз МЮ со звездочкой от Е. Так что, значит, все множества исходного полукольца оказываются измеримыми. МЮ со звездочкой от Е. Так, ну вот теперь то, про что я уже говорил, давайте это зафиксируем как бы официально. Значит, вот пускай ПН это полукольцо конечных параллелепипедов ВРН. Значит, такой параллелепипед это А1, В1, крест и так далее, крест АН, ВН. Произведение интервалов, значит, причем все АИТ, значит, АЙ и БЙ, это все вещественные числа. Значит, бесконечно сейчас я не рассматриваю. Но стало быть, когда Н равно 1, мы тоже рассматриваем кольцо конечных интервалов. Вот, там, помните, трудность некая возникла, небольшая, с доказательством счетной аддитивности. Вот, в случае-то прямой мы эту счетную аддитивность доказали с помощью теоремы Коломогорова, а в случае, для, значит, интервалов, которые не обязательно конечные, для бесконечных тоже, да, там было просто. А в случае РН, значит, было некое препятствие, то есть мы тоже применяли серему Коломогорова, но вот такие параллелепипеды бесконечные, которые просто лежат в одной плоскости, значит, там вот для них было препятствие, и поэтому мы от этого дела отказались, чтобы бесконечно рассматриваться номер конечные. Вот полукольцо прекрасно, там есть мера. Значит, λn – это n-мерный объем. Объем на Pn. Он счетно-аддитивен, да? Применяем к нему вот эту самую конструкцию. Значит, сначала строим внешнюю меру, потом рассматриваем измеримое множество, то есть это внешняя мера. Вот, значит, λn со звездочкой измеримое множество называются измеримыми по любегу. Лебегу. Значит, они измеримые по любегу. Значит, вот, теперь, что же дальше? Что дальше? Вот эту звездочку не пишут обычно, потому что, вот, она сыграла свою роль при построении меры, а дальше как-то ее тащить за собой не очень приятно. Значит, просто говорят, измеримое по любегу множество, λn – измеримое, значит. И вообще, вот, если у вас есть такая вот конструкция, начинается с какой-то меры на полукольце, а потом проделываете с ней вот эту вот штуку, то можно говорить не… Сказать, вот есть мера μ на полукольце, вы строите μ со звездочкой, а потом μ со звездочкой измеримое множество. Там еще говорят просто μ измеримое множество, звездочку это убирают, потому что она, как бы, такой в обозначениях, она немножко лишний такой элемент. Вот μ измеримое множество – это μ со звездочкой измеримое множество. Значит, вот измеримое по любегу. И на них λn, это счетно-эддитивная мера, λn со звездочкой, на Pn, совпадающая с λn, и она называется мера Любеба. Мерой Любеба в Rn. А еще про него говорят, что наносим мерный объем. Значит, одномерный объем это что? Это длина, правильно? Двумерный объем это площадь. Тем самым мы у всех измеримых по Любебу множеств на плоскости получили площадь. Но эта площадь на прямоугольниках со сторонами параллельными осям координат, конечных, равна тому, чему мы ожидаем, разумеется, в произведении сторон. Правильно? Вот. Теперь, как быть с бесконечными параллельпипедами в этой конструкции? Бесконечные параллельпипеды мы пока выкинули, когда начинали все строить, потому что там была не такая счетная эдитивность. Что происходит с бесконечными параллельпипедами? Ну, скажем вот так, давайте для наглядности, просто, значит, тут уж на прямой, что происходит? Вот мы начали с конечных интервалов, значит, P1 это конечные интервалы на прямой. Вот. А теперь давайте мы имеем какой-нибудь бесконечный интервал, скажем, вот такой вот луч. Луч там от А до плюс бесконечность. Он измерим или нет? Да. Да. Почему он измерим? Потому что объединение А плюс 1. Да. Объединение, значит, счетного числа конечных лучей. Правильно. А мера чего ему равна? Вот это продолжение. Бесконечность. Бесконечность. Почему руль бесконечности? Потому что она была сумма 1. Ну, сумма, а можно так рассудить. Значит, вот, ну, скажем, если взять открытый луч, пусть он открытый, например, пусть он для определенности открыт. Ну, или неважно, какой угодно. Вот. Можно вот такие взять отрезки от А до А плюс Н, например. Ну, пусть полуоткрытые, да? И вот их объединение будет равно, конечно, отрезку от А до А плюс бесконечности, да? Да. Вот. А, значит, наша-то мера Лебега, она же счетно-нетима, стало быть, она монотонно-непрерывна. Помните, мы на прошлой лекции доказывали, что аддитивная мера непрерывна по возрастающим последовательностям множеств. Да? Значит, тем самым получается, что лямбда от А до плюс бесконечности равняется, вот этого отрезка равняется пределу, при Н стремящейся бесконечности, значит, лямбда 1. Да, я, кстати, забыл, вот это самое убирание звездочки, оно и дальше простирается, вот, значит, лямбда 1 изначально у нас был объем на параллелепипедах, а после того, как мы продолжили, давайте про стоечку забудем, будем изучать меру Лебега тоже и буква лямбда 1. Просто продолжили, значит, куда продолжилось? Это та же буква лямбда 1. Значит, вот, значит, от А до А плюс Н, вот, ну, это вот равно Н, поэтому стремится к бесконечности, стало быть, мера этого множественного бесконечности. Значит, ну и понятно, что ВРН будет точно так же, значит, если вы возьмете параллелепипед, у которого какие-то, какие-то стороны бесконечные, вот, отрезки какие-то из этих бесконечных, то он получается в виде, значит, объединения возрастающей последовательности, бесконечных параллелепипедов, и их объемы, наверное, стремятся к бесконечности, поэтому, ну, если там 0 за ним не попалось, если попался 0, значит, то тогда 0, вот, то есть вот, что хочу сказать, что то, что мы выкинули бесконечные параллелепипеды, на результат не повлияло никак, потому что это самое продолжение, которое мы построили, оно все равно на бесконечных параллелепипедах принимает те же, самые значения, которые изначально мы решили не рассматривать, потому что была трудность техническая заказать счет на дитивность. То есть, в общем, все хорошо. И в частности, изначальный объем на параллелепипетах, возможно, бесконечных, тоже счет на дитивен, потому что, ну как же, ну вот он продолгался до счета на дитивен, ну и все. Вот. И последнее, что я успею... А, нет, уже ничего не успею. Уже все, пора кончать. Ну, значит, скажу это в следующий раз. Спасибо.